Продолжаем выпуск. В годы Великой Отечественной войны жители Павлодарской области вносили свой вклад в общую победу. Пока наши деды и прадеды были на фронте, в тылу кипела работа. Женщины, старики и дети не только производили продукцию, но и вносили свои личные средства в общее дело. Об этом и не только вы узнаете в сюжете. В 1941-1945 годах люди брали на себя повышенные социалистические обязательства по выполнению и перевыполнению плана. К примеру, рабочие треста «Майкайн Золото» поддержали инициативу работников золотодобывающей промышленности СССР. Они отдавали 1% от своего заработка в фонд на постройку авиаэскадрильи самолетов. «Майкайн» со всего внесли более 50 тысяч рублей. По сообщению областной конторы Госбанка СССР в октябре 1941 года фонд обороны страны поступило наличными деньгами и перечислениями 730 тысяч рублей. Это деньги из личных сбережений жителей нашей области. Каждый район вносил свою лепту. Например, город Павлодар – 311 тысяч, Баянаульский район – 31 тысяч, Кагановический район – 24 тысяч и так далее. Конечно, подобную помощь жители при Иртышье оказывали постоянно и ее ценили высоко. В газете «Большевистский путь» от 10 марта 1944 года опубликована телеграмма товарища Сталина о вынесении благодарности колхозникам и колхозницам колхоза «Жана Майдан» Кагановического района, собравшим 210 тысяч рублей на строительство авиаэскадрильи имени 26-й годовщины Красной армии. Деньги на постройку военного снаряжения собирали не только взрослые, но и дети. Сборы были организованы в каждой школе. Учащиеся собирали макулатуру, металлолом, лекарственные травы, грибы и ягоды. Все это шло на фронт. Районами Павлодарской области было выделено 1180 лошадей в фонд, который назывался «Лошадь Красной армии». Из них 1052 верховых, а также тяжелые артиллерийские, легкие артиллерийские и вьючные, обозные. Всего же за 1941-1945 годы трудящиеся области внесли из своих личных сбережений на постройку эскадрильи самолетов, танков, на усиление артиллерийского и другого вооружения для Красной армии 37 миллионов 642 тысячи рублей. Кроме этого, из своего заработка павлодарцы внесли более 7 миллионов рублей в фонд обороны на нужды военной промышленности. Эти уникальные данные показывают отношение павлодарцев к общему делу и своей родине.